Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем очерки армянской истории. Сегодня мы вам расскажем о новых фактах, о нескольких фактах армянской истории. Хорошо забытых старых. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Вы знаете, что есть идеология, мифы армянские, что Армения была велика, от моря до моря. От какого моря до какого моря, конечно, неизвестно, что они самые древние. Я скажу, от Японского моря до Британских морей. Это мало. В случае до Атлантического океана. И они самые гениальные, самые красивые, самый библейский народ. У них даже лик библейский. И они уверовали действительно в этот миф. И самые могучие, перед которыми пасовали все гениальные полководцы. От Чингисхана до Наполеона. Чингисхан вообще испугался армян, поэтому не подходил к горе Арарат. И со стороны этого может походить на шизофрению. И могут думать, что мы здесь клевещим. Какой армянин кто-то утверждает? Да, со стороны этого может походить на этническую манию величия. Но если бы это не было бы действительно очень опасно, и действительно, если бы целый народ не заболел этой болезнью. И сегодня продолжается вот эта пропаганда, муссируется, чтобы весь народ дальше окончательно заболел и исчез. Есть факты, есть факты, которые вы видите, что это не мы клевещим. Реально армяне так воспитываются и так думают, особенно молодежь. Это очень опасно. Вы знаете, что на Кавказе льется кровь. И сейчас мы вам покажем кадр. Покажем одного молодого, человека, армянина, который в центре одного из российских городов, утверждал и уверял, что армяне вообще научили русских говорить на русском языке. Не верите? Посмотрите. Ну а откуда тогда ты произошел? От тебя произошел, от армян. А армяноидская раса преобладает на планете? Серьезно? Существует, знаешь, что, сука, нашу планету заселили армяноиды. Армяне. Армяноидская наса не армяне. Раса армяноидов. И ты, будучи русским, тоже армяноид. Славянин, принадлежащих третью сословию армян. Царству. А гуманоиды тоже от армяноидов? Отставь его телефон, я ему скину то, что я заснял. Чтобы он потрезвяне посмотрел. А они в ютубе. Запомните одно. Запомните одно. Когда вы будете флакать, я приду собирать вас. Все принадлежат к царству армяноидов. Запомните, вы все армяноиды. И благодаря то, что ты сейчас разговариваешь на русском языке, это благодаря мне. Не было бы меня, я бы не заселил бы в Великую Русь. Сейчас бы не разговаривал со мной на одном языке. Армяноиды были. Где ты был? Я заселял тебя. Я заселял тебя. Я тебя спасал от татаро-монгольского. Понимаешь? Чингискан заплакал, когда вы родились. А твои три богатыря Илья Муриц, Алеша Побоич и кто там тридцать с ними был, да? Никита Добрынич. Они знаешь, что? Никита Добрынич, да? Они оказались, знаешь, в горах армянских, да? И старый мудрец вышел и говорит, слышь, ребят, вы израненные все после татаро-монгольского Игоря. Сто лет он их в пещере укрывал. После этого баши три, баши три, в кого ты веришь, да? Они вернулись на Русь. Понял? После армян. Старый мудрец их скрыл, сто лет лечил их ран в армянских горах, чтобы они... Дорогие друзья, все сами видели. Это действительно... Это клинический случай с шизофренией. Но это не та шизофрения, которая болеет, мы не можем его обвинять. Это тот случай, когда это молодому человеку в голову вбили. Вот как Иисуса костяна пригодили к этому кресту, так вот это молодому человеку, такие же злостные, я думаю, их люди, в голову вели эти глупые идеи. Ну и Кямра скажет... И чего добиваетесь? Вот это нам интересно. Неужели вы думаете, что если вы действительно сможете доказать окружению всему миру, что вы самый древний, самый красивый, то тогда народы, которые рядом с вами живут, новые этносы, как вы думаете, пришли? Этнос, они должны уйти. Да? Удивительно. Это какой-то бред. Представьте, что... Они думают, что Кямра они будут регулировать. Вот скажем, мы сами древний, теперь мы скажем, кому где жить. Вы пришли, вы пришли, вы пришли и всем вот так показать. Да, потому что это мы армяноиды, да, не гуманоиды. А потом, то есть, по их мнению, как видите, по этому кадрам, этим людям внушается в голову, что есть арийская раса армяноидов, настоящих и армян, потом второе, третье, четвертое сословие других народов и ничего больше. А знаете, китайцы, когда в каком сословии относятся? Ну, для них в истории, конечно, ничего не известно. Питикантропы, австралопитеки, ардопитеки, там, неандертальцы, карманены, это все ерунда. Самое главное, весь мир это армяноиды. Да. Самое главное, не армянские, там как барин варь, масса, да, хотел сказать раса, наверное, а армяноиды. Значит, по их логике, американцы должны уйти из Америки, потому что они не древний народ, они пришли, там жили индейцы, так что все американцы возвращаются в Европу, да. А тогда кто будет президент в Америке? Ну, наверное, Виннидуссен и Чичуна. Потому что он индейец, автохтонный. Как назвали? Инчичуна. Слушай, это армянский имя, Инча Самара. Вот, Инчичуна. Или русские должны уйти из Сибири. Там Тохтамуж должен воскреснуть, и обратно должны зародить татарские племена и возродить Золотую Аруну. Ну, тогда немцы придется уехать, оставив Штутгарт, Мюнхен, БМВ, Мерседс и уйти из Скандинавии. Скандинавии, да. Англосаксы должны вернуться в Германию, в Саксонию, потому что они в пятом веке туда перекочевали. Арабы все должны вернуться в Мерию, в Саудовскую Аравию. Турция, Монголия обязательно все должны уйти, и армяноиды должны населять весь мир. Ну, бред же это. И к чему привела вот эта шизофреническая пропаганда? Посмотрите, на Кавказе льется кровь. На самом деле мы думали, что в советские времена эта болезнь уже излечилась, потому что была дружба народов, пропаганда, что армяне забыли. Оказывается, армяне как в Турецкой, как в Османской империи легли на дно, тысячи лет не вспоминали про свою величие, про свою гениальность, свой библейский лик. Потом вдруг они опять вспомнили, болезнь не проходит, оказывается. То же самое в Советском Союзе. Они 70 лет тихо сидели. Это была дружба народов. Они дружили со всеми народами. И вдруг, когда Советский Союз у нас развалился, что произошло? Вдруг они вспомнили, что они сами древние, что Карабах – это армянская земля, что надо обязательно проливать кровь, а кровь действительно пролилась. Вот в результате этой шизофрении – это очень серьезно. Мы додумали, что когда Советский Союз развалится, как Литва, Латвия, Эстония… – Балтийский дом, да? – Да, Балтийский дом. – Будет Кавказский дом. – Будет Кавказский дом в Грузии, Азербайджане и Армении. Будут жить дружно. Мы поднимем границы. – Знаете, мы не просто так это думали. В Советском Союзе были предпосылки. Вот кто жил тогда, помнит. Вы знаете, в Советском Союзе очень интересно два анклава было, кроме других республик. Три прибалтийские республики и три закавказские. Но закавказские были интереснее. Почему? Потому что это были два христианские народа и один мусульманский. И вместе там три это было. Очень таким красивым. Все любили вот Кавказ, что приехать в Баку, оттуда в Ереван, оттуда в Тиблиси и так далее. И все это вот… – Да даже нас путали. В России говорили, что «Знаю вас армян, мы были у вас в Баку». Они даже в Баку, Тбилиси и Ереван путали, потому что действительно мир царит, была дружба. Чего вы добиваетесь? Вот это интересно. Льется кровь. Карабах никогда в вашем не будет. Никогда. Хоть 25 лет, хоть 500 лет пройдет. Вы и в Грузии, тоже заявляете претензии. В Армавере, в России. Значит, где они живут? – Да, да. Россия, наверное, не понимает этого. Думаю, что, ну, кто может сделать претензии к армянам, извиняюсь, к России. Немножко Россия расслабнет. Армяны будут претензированы на Армавир, на Ростов. Они до Ростова считают армянским землям. – Значит, эта шизофрения – это очень серьезно. Эту болезнь надо лечить, ребята. Надо лечить. Надо придумать какое-нибудь лекарство. Может, назовем это лекарство «Арменикум» или… – Нет, есть такое лекарство «Арменикум», про него потом расскажем. Это тоже… – Тогда Арменицелин. – Арменицелин. – Вот Арменицелин. Примите Арменицелин и вылечитесь, в конце концов, от этого Брэда. И вам не нужен президент воинственный, как это Саркисян, что мы будем воевать. Посмотрите, вы сейчас в блокаде. И это все в конце не видно. Они должны избрать президента, типа Ката Леопольда, который будет говорить, «Ребята, давайте жить дружно». – Кстати, одну вещь я скажу. Кавказский дом существует, просто вас в нем нет. Азербайджан и Грузия реально сейчас показывают мир. Именно тот действительно очень красивый, идеальный пример толерантности. Одна мусульманск, другая христианская страна. Но при этом прекрасные отношения. И все транзитные дороги, и все отношения. Это вы в тупике оказались от этого своего шизофренического, такого маниакального, не знаю, как даже назвать, такого исторического и все такое. Много эпитетов. Я как из всех оборотов царского режима, скажу, Аслан Бендер, я даже не могу найти один нормальный эпитет к этим болезням. – Да, потому что Грузия и Азербайджаны сейчас действительно живут в дружбе, нормально. Есть свои чаяния, конечно. Я думаю, что сейчас и в Армении есть люди, которые нас понимают, что действительно надо лечиться от этой болезни, что никакой древности. Вообще история – это просто красивый капролит, обернутый в красивую обертку. Это просто история. И это надо изучать, конечно, чтобы не повторять ошибки. Но бредить истории – это, дорогие друзья, очень плохо заканчивается, и вы сейчас на своем примере это видите. – Я вам резюме с каждым вами скажу, вы помните карнавальную ночь? Есть ли жизнь на массе? Нет ли жизни на массе? – Три звездочки, пять звездочек? – Да, да, да. Были вы древним народом, не были древним народом. Это не имеет такого значения сейчас. Тогда Индия вообще всех должна завалить своими древними. – Маханджедара. Что? Конечно, это древнейшая цивилизация. Вот индийские фильмы. Ни одного фильма про этого нет. Потому что они живут настоящими. По этому данному Индия. При том, что огромная страна, там много, не как у вас. Вы не можете кормить своих несколько миллионов людей. И каждый год разбегаются армяне во все концы мира. Это и Маша тоже признает. И Россия тоже говорит об этом. И Жириновский даже говорит об этом. Вот индийцы, да, Маханджедара, знаете, действительно древняя раса, древнейшая культура. Пять тысяч лет цивилизации Маханджедара. Но кто индийцы больше научили новым? Мы это называемым англичанам. Или все-таки англичане индийцам чему-то научили? Всему миру сейчас учат цивилизации, прогрессу и технологии. Кстати, Тюргель, дорогой мой друг, дорогой мой коллега. Гора Арарат. Один из тоже мифов. Очень знаменитых мифов. Я, во-первых, скажу, что никакой горы Арарат, грубо говоря, не существовало до 19 века. Вы сейчас скажете, ага, вот он в этом армянском жазофрении, что такое? Гора Гарадоа. Но никто ее не назвал Арарат. До 19 века эту гору, тюрки называют, как сейчас, Аградах. Да, другие народы, каждый по-своему. Там жили, вокруг этой горы жили и персы, и курды, и все, каждый по-своему. А армяне сами называли ее Масис. Никакого Арарата они не знали. Кстати, вы скажете, сейчас вот, я думаю, о Дурманины, буквально советский клешон очень к месту. О Дурмани, пропаганды, вот такие молодые и другие армянские жители скажут. Но как это всегда Марарат нет? Вот я вам скажу про один документ. Ну, сейчас. Вы можете посмотреть сейчас, вот чтобы знать эти факты. Не обязательно быть историком, кончать исторический факультет. Просто покопать. В конце концерта сейчас есть интернет, википедия. Просто нажмите маленькую кнопочку, и все вы узнаете сразу. Вот факт. Название Арарат было дано массиву и составляющему его гором европейцами. И в 19 веке это название было устоявшимся среди европейских географов, не среди армян. Джеймс Брайс, английский, как понимаете, ученый, в 1876 году, в конце 19 века, отмечал в путевых заметках, что местным народам, армянам, туркам, татарам, имеется в виду азербайджанцы, да? Армянам, туркам, татарам и перцам Арарат неизвестен под таким названием. Согласно Брайсу, название Арарат ко времени написания заметок начинало распространяться, только начало распространяться среди местного населения в связи с большим использованием имя русского языка. То есть сами армяне это слово узнали от русских, что эту гору можно назвать по-другому. И это им понравилось? Они называли эту гору, извиняюсь, они всегда называли эту гору Масис. Традиционное армянское название Арарата Масис. Что такое Масис, скажите с кем? Нет, Масис это персидское слово, на протоперсидском языке это высокий, большой, самый большой. Кстати, сейчас в Армении существует район Масис. Граничный, кстати, с Турцией. Граничный с Турцией, вы знаете, что гора, так называемая гора Арарат, а гора называется Аграев в Турции. Это на территории Турции, никакое отношение Армении не имеет на сегодняшний день. Но вот это Масис на территории Армении, которая прилегает к горе, как они называют Арарат. Почему им понравился, армянам, вот это название Арарат? Как вы знаете, есть библейская притча о пророке Ной, который на корабле приклыл к этой горе Арарат. И они тут же, они так очень ушли, они начали действовать. По армянским верованиям еще скажут, что Ной тоже гнух передал, да? Пророк Ной, тоже выходит армянин, знаете, скажут? Да, ну да, если он приклыл к этому Арарат. Запросто скажут. Арарат, конечно, уже на родину своей приклыл. И они тут же начали называть Гару эту, слово Масис убрали. Да. Начали, это всего сто лет, это сто лет. Начали называть футбольные команды Арарат, начали называть коньяки, какие-то выпивки там, спиртные там, Арарат. Начали пропагандировать. Это не их слово, это библейское слово, иудейское слово. Да, и они считают, что древнюю Ураарту, посмотрите, вот это просто полнейшая ризофрения. Древнюю Ураарту – это предки нынешних армян, потому что слово Арарат похоже на древнюю Ураарту. И есть такое предположение, что у Арарат есть астерийское произношение слова Ураарту. Ну я про Горарат еще пару таких интересных фактов скажу. Весьма распространено среди товарищей армян, в интернете очень много есть этого. Они считают, что я сам если бы не читал, поверьте мне, если бы близкий друг, вы другой, самый близкий друг сказал, я даже сказал, ну ладно, даже армян такого не скажет. Нет, они гордятся, что так называемый, как будто Горар Арат выше, чем Эверест. Потому что его так называемая относительная высота выше, чем Эверест. То есть весь мир считает, что самая высокая гора Эверест, по местным названиям. А армяне считают, что самая высокая гора Эверест. Вот посмотрите, как может гора высотой 5100 метров быть выше горы, которая 8900 метров. Ну, я вам сейчас скажу, что Гора Арарат выше Эверест, любого армянина спроси, он просто докажет это. Потому что настолько это пропагандировано. Почему мы с турканами все это рассказываем? Чтобы вам открыть глаза, что даже мифы, которые вы создаете, основа ложь этих мифов. Еще такого нету. Если даже было бы, конечно, не имело значения. Но просто это ложь. И посмотрите, любой армянин знает, что Наполеон тоже армянин. Да, мы к этому глянемся. Давайте к нам. Я еще одну вещь скажу. Вот вы сказали про Ноя и про Крабль. Мне вспомнил совсем другую историю про армян. Есть такое стоящее мнение, что в Советском Союзе в Армении было министерство морского судоходства. Ну да, потому что от моря до моря должно быть в Армении. Как же не иметь министерства морского судоходства? Ну да, сейчас некоторые армян скажут, что уже давно было, уже документы, может, потери. Никакого того министерства не было, это анекдот. Да, мы нашим российским друзьям больше скажем, потому что иногда география не очень интересуется. В Армении вообще нет моря. Не только в Армении. Даже Армения ни одним километром своей границы не границ ни с одним морем в мире. Внутри Армении есть только один большой озеро Геуча, которое можно назвать Севаном. Вот только одно озеро внутри, и там, естественно, корабли там не могут плыть. Не бороздят корабли, конечно. Во всем корабли, если это озеро маленькое, не такое большое. Но армяне в 90-е годы, стремясь своей мечты воплотить жизнь, создали армянский флот. Реально, да, они купили корабли, и флот, армянский флот в 90-е годы бороздил, так сказать, на просторы мирового океана. Вот. И потом, знаете, случилась трагедия. Половина этого флота погибла, а другая половина была арестованной заданки. Целая половина флота, представляете, кем она. Жаль. Очень столько денег потрачено. Большой флот был, наверное. Да, хоть и враги наши, но жалко, что такие люди погибли. Пол флота, пол флота в шторме погибло. Один корабль, да. Получается, что флот состоял из двух кораблей. Один корабль погиб, утонул, а другой был отсловлен за долги. Лет через 500, я уверен, армянские историки скажут другое. Своим уже тогда, если армянский цилинд не будет употреблен, это шизофрение, они не вылечатся. Тогда они будут говорить своим молодым людям, что в 20-м веке усилиями азербайджанских морских янычар был потоплен половина армянского флота. Потомками злых турецких янычар, азербайджанскими янычарами? Морскими янычарами. Морскими янычарами было потом. Половину флота. Тогда еще одна русская пословица здесь актуальна. Не имей двух морей, а имей двух кораблей. Вот для вас новое. Давайте вернемся к Наполеону. Вы знаете, любой армянин точно, на 100% уверен, что Наполеон армянин. Мать Наполеона была армянкой. Это мы слышали. И не только Наполеон. Еще я не утверждаю, что Александр Македонский был греческий армянин. Да. Д'Артаньян, кстати. Фамилия тоже. На самом деле Сурен Д'Артаньян. Сурен Д'Артаньян. Да, это тоже армянин. Сына что-то Д'Артаньян. Великие теннисисты, великие актеры. Все, все. Они все армянины. Но самая смешная притча про Д'Артаньяна, про Македонского, про Наполеона, самая смешная про Шех Шамиль. Ну, знаете, я Д'Артаньян защищать не буду. Там есть французы и Александр Македонский. Хотя даже не французы, он досконец. Да, да, да. И греки, и македонцы. Но Шех Шамиль, наш кавказский мусульманин. Он уважаемый с нами человек. Тот самый Шех Шамиль, который создал кавказский эмарат. Так вот, он, как известно, в четверть века воевал. И даже когда он был племен, вплоть до царя все русские уважали его как храброго врага, как самогущего и мудрого человека. И вот историческое предание, естественно, его принял сам царь и даже разрешил ему совершить паломничество в Мекку, хотя он был племен. Ну, так вот, по преданию, когда Шех Шамиля привели к царю в аудицию, зная, что он гордый и непокорный человек, несмотря на то, что проиграл войну, и он не склонил головы перед царем. И есть такое предание, что его провели через дверь, а свод сделали низким, чтобы он, ну, ниже его роста, да, скажем, чтобы он согнул голову. И по преданию Шех Шамиль, не склонил голову, а согнул колени, прошел через дверь, чтобы не склонить головы. Но вот по армянскому преданию, при этом он сказал, «Моя мать была армянка, поэтому я никогда не согнул головы». Вот такой, извиняюсь, вот такого бреда, что... Извините, а почему Шех Шамиль, у которых, кстати, мать и отец были аварами, отец аваром, а мать авар, и, кстати, уроженцем Азербайджана, кстати, да? Почему этот авар должен был склониться голову, а вот армянин не должен был свой, как будто... Но тогда получается, что, смотрите, симптоматика этой армянодной болезни, это если где-то они увидят красивую историческую историю, да, фигуру, или какой-нибудь исторический факт, надо примазаться к этому. Да. Каким-то боком, чтобы это относилось к армянке. С одной стороны, армяне ненавидят мусульман, ненавидят тюрков, мусульман тоже даже ненавидят. А с другой стороны, представьте, даже Шех Шамиль, который воевал за исламские идеи и создал эмара. И очень интересно, почему, если у него мать была армянка, почему он не создал как-то христианское государство, а именно кавчатским армянам. Не, надо было примазаться после успеха Шех Шамиля, его гордости каким-то образом, и было обидно, что там не присутствует ничего армянского. И вот, смотрите, семь чудес. Света. Света, да. Как примазаться к этому? Вот никак. Ну, это известно, все написаны древними историками, и там... Ну, да, пирамиды, да, маяков, форос, и все знаете. Радос, гиганты, колосы. Колосы, радосы. Ну, смотрите, как примазаться к семи чудесам мира? Никогда. Смогли. Смогли. Да, висячие сады Семирамиды. Одно из самых, действительно, кстати, существовавших Семирамиды. Потому что то, что сейчас я вам расскажу, это пишут армянские историки, и вполне на полном серьезе они это пишут, что Семирамиды, когда для нее построили эти висячие сады, она очень скучала, страдала и плакала. По родине? Нет. Оказывается, она была влюблена в армянского царя Арафт Прекрасный. Арафт Прекрасный. Арафт Прекрасный. Да. И не было ответа от Арафт Прекрасного. Поэтому Семирамида плакала. Вот так они смогли как-то примазаться к семи чудесам света. Да, да, да. Поэтому нам надо обмен друг другу. Он, по-моему, серьезно они это пишут. Арафт Прекрасный. Так что, дорогие друзья, мы сегодня рассказали о армяноидной болезни. Это очень серьезная болезнь. Я думаю, что надеемся, что это излечимая болезнь. Когда-нибудь целый народ не может болеть одной болезнью, да? Бесконечный долг. Бесконечный долг. Когда-то они должны как-то вылечиться. И мы надеемся на это. От моря до моря. Создать Министерство морского судоходства. Создать флот. Посмотрите, это все факты из армянской истории. Следите за нами в следующую среду. У нас новые факты. Не менее вопиющие факты. Кстати, не забудьте новую пословицу. Не имей двух морей, а имей двух кораблей. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.